ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Плотными портретистов Мориборской школы. Ван Дейка и Вандерхуя. Надо же. Вандерхуя. Конечно нет. По мне все художники от слова худо. Я эти картины вообще все офи держу. Тогда зачем? Как зачем, Гера? Я же диверсифицирую инвестиционный портфель. Вдруг Риданская Крона упадет в цене. Так, ладно, в жопу. Вим, на самом деле мне нужно поговорить с Хорстом Барсоди. А вот с этим может быть проблема. Почему? Потому что нелюдим он страшный. Не то, что его отец упокоил Милители его душу. Но Хорст обычно выходит к гостям на минутку. Я вас ему представлю. Буду очень обязан. Ерунда. Обязывают только векселяда ипотека. Ну добро, пойдемте наверх. Сплошные юмористы кругом в этой игре. Ты глянь. Великан. Или может Йотун. Йотун? Йотун это имя Великана? Кубок Огня. Интересно, что это такое? О, это же отсылка к Гарри Поттеру, наверное, Кубок Огня. Зериканские копья послужат прекрасным украшением гостиной. Будем знать. Будем, будем. Кодекс Редениензис. Последний уцелевший экземпляр. Нахрен не надо. Че там? А, сыр. Айрамус, это же этот. Сыроварня, гребаная. Где я меч нашел. Красивый. Не сломаться бы при первом же ударе. А, мечи. О, единорог. Должен быть из коллекции какой-то чародейки. Ага, Енифер, например. Там, наверное, еще и вся спина у него в Малафье. Геральт. А. Почему бы вам в самом деле не купить дом? Хе-хе, могу строить оч. Ну и хер ли он прервался на полусловии. Хм, вижу, есть время выпить до аукциона. Вим. Это же банкет. Ну, и что? Ненавижу банкеты. Все это болтовня ни о чем. Крохотные порции, скверная выпивка. Ну, не все это плохо, вот увидите. Зато представлю вас парь интересных знакомых. Пожилая дама, вон там. Это графиня Миньоль. У вас точно найдется тема для разговора. А вон там, в глуху Гилберт. Говоришь, поднялся на игре в Гвинт. О, и Яромир здесь. Антикварщик. Сноп таких мало. Но о картинах все знает. Ну что, пойдем поговорим с кем-нибудь. Не торчать же тут столбами. Давай с он теми девочками лучше побазарим о чем-нибудь. А-а-а, вы чувствуете... Яромир. Не уделишь мне минуточку? Хм, здравствуй, Вивальди. А это кто? Геральд из Риви, ведьмак. Что думаешь о картинах, которые сегодня продаются? А-а-а, все вынюхиваешь, на чем бы заработать? Чья бы корова мычала. Ты же сам картинами торгуешь, друг мой. Верно. Но я наслаждаюсь ими. А ты не отличаешь от ценных бумаг. Из всех искусств тебе, понятно, разве что кулинария. А что же ты, ведьмак? Ты что-нибудь знаешь о живописи? Да, знаешь, что живописи не мое. Да, кое-что знаю. Черный квадрат знаю. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Глядя на мой непритязательный облик. Неужели? Что ж, увидим. Ты знал, что наш приятель Вивальди владеет пятью полотнами Вандерхуя? Но он не отличит их от картинок по пять крон за штуку. Я и спорить не стану. Так скажи мне, ведьмак-ценитель, какое из этих полотен создано Эдвардом Вандерхуем, мастером из Морибора? Это ведь не составит для тебя труда. Конечно. Вот... Портрет по центру явно хуем рисовали, мне кажется. Батальное полотно. Натюрморт, портрет купца. Я что-то не понял. Раз, два, три, четыре. Ага. Идеалистический... Что есть? Что? Идеалистический пейзаж. Так, давайте попробуем прибегнуть к логике. Гном разбирается разве что в кулинарии, значит, он бы купил картину и владеет пятью картинами Вандерхуя, значит, на картинах, наверное, должна быть жрачка. Натюрморт. 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 Попробую натюрморт. Я в школе как раз за него двойку получил, может это знак? Ммм, этот натюрморт? Разумеется, нет. Это полотно Вандейка, мазки, игрокрасок, видно за 100 лик. Всего доброго. Дерьмо какое-то. Вандерхуя, блядь. Графиня Миньоль. Миньетель, графиня. Миньестивая графиня. Позвольте представить вам моего друга Геральта из Римии. Видимака из школы волка. О! Простите, разве мы когда-то уже... Нет. Слава богу. Я узнал нашу школу по медальонам. Слово Геральт. Графиня Миньоль, известный коллекционер ведьминалий. Ведьминалий? Что это? Всякого рода предметы, связанные с ведьмачьим ремеслом. Мечи, снаряжение, медальон. Графиня, вы уже что-то присмотрели на этом аукционе? Нет. Но Хорст Барсоди клялся, что выставит на торги то, что меня заинтересует. А подробностей он не выдал? Нет. Вы же знаете, какой он. Ходячая тайна. Давайте сменим тему. Сударь ведьмак, не окажете ли вы даме одну услугу? Думаю, она где-то между досками. Но я не смогла ее найти. Может быть, вы с вашими кошачьими глазами? Да не кошачьи они, он же говорил. Где-то бы говорили дракониями, змеинами. Че кошачьи-то? Ладно, хер с тобой поищу. Не беспокойтесь, сейчас я поищу. Я надеюсь, она денег стоит. Так, она была на балконе, обронила сережку. Как серьга из уха вообще выпасть может? Че надо делать? Ее, наверное, тут это... Лохматили, наверное, ептать. Так что серьги брякали. Пиздунья старая. Тут ведь нет никакой сережки, правда? Нет. Тогда прошу, графиня, объясните, в чем дело. Только без шуток. Прошу простить, я... Боги, как это неловко. Вы... Вы знаете Весемира? Он немного ниже вас носил усы. Ах ты, старый разбойник. Он научил меня всему, что я знаю. Что? Как он сейчас? Могу я спросить? У меня для вас плохисть. Он ее, наверное, это... По молодости, да? Конечно, можете. Но прежде... Расскажите, что именно вас связывало. Никому я не говорила об этом, но... Хорошо, я расскажу. В тридцать четвертом году, зимой... Перед войной... В Сенфурте завелась какая-то бестия. Это был Флейдер, кажется. Объявили награду, в город приехал ведьмак... Весемир из Школы Волка. Он искал следы чудовища возле нашего имения. Между нами сразу пробежала искра. Я послала ему записку с гувернанткой. Потом он приходил тайно. Каждую ночь. Но однажды отец что-то услышал. Весемиру пришлось поспешно уйти. Он даже не успел забрать доспех. О! А, так вот оно. Начало вашей коллекции. Доспехи Весемира? И конец нашей любви. Отец выписал на него гончий лист. Меня спешно выдали замуж. К счастью, мой супруг умер молодым, оставив мне приличное состояние. И вот... Я живу воспоминаниями. Понятно, понятно. Боюсь вас огорчить. А если бы я проходил DLC-шку до того, как Весемир помер по сюжету? Он умер как ведьмак? Нет, скорее как мудак, но можно сказать и так. Нет, он умер как герой. Вот оно как. Спасибо за то, что вы благородно терпели. Выжившую из ума стару. Не говорите так. Я стара и богата. Могу говорить, что хочу. А сейчас прошу, оставьте меня одну. Я вернусь на аукцион. Значит, доспехи Мисс Весемира не являются артефактом игры, о них просто упомянули, да? Ну, классные шмотки он бы не оставил, я думаю. Так, понятно. Кто там остался? Зачем кому-то вообще? А, это дополнительно? Хрен с ним, пусть будет дополнительно. О-о-о. О-о-о. А, мне не к вам, прошу прощения, мне к вот этому. Нет. Мне, видимо, куда-то ниже. Или что? Или присесть надо? Присесть. Так сразу и не прохаваешь. А, всё что ли? Вот, дерьмовое дерьмо. На, с кем-то я не добазарил, ну хер с ним. Они все такие унылые. А как вообще будет проходить этот аукцион? Сначала продадут или нет три лота, а потом перерыв. Может быть, тогда и появится Хорст Барсоги, и я вас друг другу представлю. Три лота и перерыв. Дерьмо какое. Кстати, как там ваши финансы? Будете делать ставки? Ну, если здесь будут продавать гарнитуру с 12 стульев, обязательно вступлюсь. Вступлю в жаркий бой. Дашь мне займу пару сотен. Да я сам олигарх, 20 тысяч. Разумеется, буду. Раз уж мы с тобой здесь оказались, правда я на свадьбе 5% провафлил. Хе, так и знал, дружище. Досточтимые гости! Рад приветствовать вас! Начнем торги! Уважаемые господа! Лот номер один латунная статуэтка из коллекции овеянного дурной славой графа Рамиллы. По слухам, внутри нее скрыто сокровище. В чем, однако, можно удостовериться, лишь уничтожив эту прекрасную вещицу. Начальная цена всего 50 крон. Кто больше? Может там внутри рума какая-то? Его милость Гилберт 100! Графиня Миньоль 150! Кажется, я слышу 200! Господа, кто даст 200? Даю, ёпта! 200! Его милость с белыми волосами! Будет ли 250? 200 раз, 202, 200! Да, графиня Миньоль дает 250! Кто даст 300? Да у нее давление 250, денег-то у нее столько нету, она ж пенсионерка. Сука, я буду биться за этот кусок дерьма. Да, у нас есть 300 раз! Кто-нибудь даст больше! Сам ты 300 раз с молотком! Кто больше? Старая кошелка, разоряйся! И 303! Лот номер один! Таинственная латунная фигурка уходит сударю с белыми волосами! Знаете свое место, черви! А теперь лот номер два! Картина молодого новиградского художника Ван Рога «Звездная ночь над Понтером». Очаровательно! Начнем торг с 20 крон. Дамы и господа, кто же даст 20 крон? Ну 20-то я готов, да, че? Даже... Сударь с кошачьими глазами дает 20, кто больше? Сука, не кошачий, я не задолбал. 22, 23, продано! Блядь, я... Да я в ударе! Сударю с кошачьими глазами! За 23 или что? А, за 20... Дамы и господа, переходим к лоту номер 3! Пенсны! Речайший предмет! Очки в золотой оправе с линзами из горного хрусталя, любовно обработанные маленькими ручками гномьих мастеров. Некогда принадлежали знаменитому наемному убийце профессору. Мариартиш, что? Начнем с 200 крон. Ваши ставки? Мастер Гвинта Гилберт дает 250, кто больше? О, прекрасно! Вальдемар Иванович Зайцев дает 300, 300 раз! Вальдемар Иванович Зайцев! Забирай, нахуй, не нужно. Дамы и господа, сударь с белыми волосами дает 350. Какого? Я же сказал нет! 350 раз, 352, 350... О! Графиня Медьоль дает 400, кто даст больше? Вахерили что? 400 раз, 402, 403, продано! Мошенники! Такой волнующий аукцион! Первые три лота пройдены. Я чуть не ехилел. Объявляю небольшой перерыв, после чего мы продолжим. Думал, еще за очки сейчас отваливать придется, ёпта-ть. Что-то я вообще прикола не понял с этими очками. Но надеюсь, что в этой дерьмовой статуэтке что-то внутри все-таки будет. Держи его, гном, я сзади подойду. Привет, Хорст. Познакомься с моим добрым другом Геральтом из Ривии, который явился незваным. Зато я уже купил два твоих куска дерьма, причем за большие деньги. О! Хе-хе-хе. Ни хера у него цепь золотая. Думается мне, господа, вы не с того начали. Может, если мы вместе поднимем доза, что тебе от меня нужно? От Ольгерда. Ну, Ольгерда лучше не упоминать, наверное, а то я точно обломаюсь. Неважно. Хоть скажи мне, что это такое? Стража, вывести ведьмака и не впускать, даже если явится под ручкой с иерархом Хемельфартом. Ну, попробуйте, пидоры. Про мне сказать, это был просто невинный вопрос. Еще хоть слово и мои счета перейдут к твоим конкурентам. Хе-хе-хе-хе. Друг, мне жаль, но... Не стоит утруждать стражников Хорст. Я выйду сам. Не припомни, чтобы давал тебе право выбора. Стража, на улицу его! Этот свин мне не нравится. Ой, а маяк и копян в шлемы вы видели? Хе-хе-хе. Какой-то дерьмовый. Ваши мечи. Закон обязывает их вернуть. Спасибо, маяк. Но закон не говорит, когда. Так что, сперва мы вашей милости как следует вломим. А. Ахалаев-Махалаев решил навешать. И правда, место встречи элиты. Ну, давай. Чудно. Хорошей разминке я всегда рад. Пердания! Да. Не стоит. Пердания, ёптвою мать. Ща. А, чё это? Почему невозможно то полечиться, ёптвою мать? Подождите, я чё-то не врубаюсь. А, это кулачный бой, здесь нельзя лечиться. Вали его! А я чё сразу не прохал, чё это такое? Да выруби ты этого нахуй, блядь, да ёптвою мать! В натуре они меня отбускали и отдали мне мечи. Пошёл ты, лады. Дерьмо какое. Отказ подтвердить получение. Подпись сержант Фигнер. Приятного дня, сударь. А, я без мечей остался? Какой классный квест. А, нет, отдали. Правду говорят. И ведьмаку жопа, коля врагов пропасть. Мне нынче недонародных мудростей. Ты ещё кто? Если пойдёт как надо, я твой союзник. И зачем ты мне нужен? Взять дом Максимилиана Барсони. В одиночку ты к нему даже близко не подберёшься. И ты мне в этом поможешь? Мы поможем друг другу. Тогда к делу, если можно. Чтобы заполучить этот дом, нужно попасть в сокровищницу Хорста. А добром он тебя не пустит. А лёд это плохая идея. У тебя найдётся получше? Отыщи травника под Оксенфуртом. Спроси у него вытяжку из кровавника. Он поймёт, зачем ты пришёл. Если в тебя меня с которого я начал. Интересно. Может он даст продолжение квеста теперь? О, подожди-ка, это не этот? Нет, нет. Не это стража. На мечах и с рунами-то я бы им жопу порвал. Бля, где тут, сука, падла, этот быстрый переход? Вот этот меня устроит, пожалуй. Травник под Оксенфуртом. Ну, как я понимаю, Оксенфурт это, где мы сейчас, да? травник это, ну, низушек тут. Че тут еще, получается, побочные квесты к сюжетам, что ли, привязаны? Как мудро. Ну да, низушек там тусуется. воистину подлый низушек. Бля, хомуха, опять, 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 сука, эти фанатики. Нормально. ах, как мой воспламеняющий мечик вам да, блядь. Навижу этих щитоносных тварей. сука, бил одного, разрубил другого, ёптвою мать. О, вы же рыцаря огня, наслаждайся, ёптвою мать. Так, дай-ка его нахуй из арбалета, ёптвою. Хе-хе, дамаг-то, кстати, неплохой у арбалета. Ну, лучше бы, конечно, обрез какой-то местный, ёптвою. свято-место пусто не бывает. Меч золотого орла или золотого чего? Какие куски мяса? Дай, блядь. Ну, золотого города. Интересно. Чё, золотой город? Монголия, что ли, золотая орда? Неплохо получилось. Да так себе, ёптвою. Это всё? Я тебе вообще-то жизнь спасу. О, так и не убивать они меня приходили. Мы. Ну, что, ты да я, это разве не мы? Ты же меня понял? Вообще, ты торговать пришёл или как? Вы жопа в шляпе, а? Нет ли вытяжки из кровавника? Есть. В кладовке она. Прошу за мной. Замануха какая-то я чувствую. Сейчас по башке дадут крышкой. Кровавник. Что-то я не припоминаю такого растения. А это этот типок? Ты пришёл, славно. Не спеши радоваться. Ты хотел что-то мне сказать? Слушаю. Итак, нам по пути, ведьмак. Нам обоим нужно кое-что из сокровищниц. Кого-то он не напоминает. Я предлагаю объединить силы. Извиняюсь, а в чём твоя сила? У меня есть план. Я работал над ним на бумаге целый год. Пора притворить его в жизнь. Ты со мной? Ладно, в жопу все эти лишние варианты. Я не вор. Вором становится по воле случая, ведьмак. Знаю по собственному опыту. Излагай. Аукционный дом круглосуточно охраняет двадцать риданских солдат. Вокруг него ходит патруль, а вот здесь казарм. Это походу стелсмиссия, да? Надо по-тихому. Да, только на окнах решётки из двемирита, а входные двери бронированы. Но у каждой крепости есть слабое место. И у этой тоже. А моё слабое место терпение. Так что изволь продолжать без драматических пауз. На чердак аукционного дома можно попасть в стоящие рядом башни. С улицы нам в неё незамеченными не войти. Однако на высоте шестидесяти стоп есть окно. Без решёток, без ставен. Надо туда взобраться и потихоньку пройти в аукционный дом. Затем по лестнице вниз в подвал. Так или иначе откроем сокровищницу и вуаля. 60 стоп это что-то новое. Я помню сажение эти локти но стопы 60 стоп пиздец. Звучит неплохо но многовато работы для двоих. Я это продумал. Нам нужны ещё двое. Тот кто проберётся в башню и спустит нам верёвку и тот кто откроет нам сокровищницу медвежат или подрывник. Их надо найти да? У меня уже есть кое-кто на примете. Я бы хотел чтобы ты выбрал лучших из них и завербовал. Сам я предпочёл бы не светиться в окрестностях. Ага. Я по капюшону сразу догадался. Кто-нибудь ещё? Да, но это уже детали. Ты узнаешь как только согласишься участвовать. Вот насколько всё-таки свадьба была круче чем этот. Ладно подписываемся больше вариантов нет. Выбор у меня не богат. Ладно я в деле. Но при одном условии никто не должен погибнуть. Ясно? Какое дерьмовое условие. Нигардское солнце. Что скажешь насчёт рюмочки за плодотворное сотрудничество? Скажу что лучше бы нам взяться за дело. Итак собери команду а потом надо будет проведить риданские патрули. Многовато их здесь крутится. Нас могут заметить. Да. Этот квест менее творческий чем прошлый. Горгена подсыпать отважным воинам в еду что-нибудь что уложит их в пастель. Скажем каждого второго. Нам ведь не нужно возбуждать подозрения. Я знаю рецепт подходящего эликсира. Вот видишь свари это зелье сходи в город разведай где искать повара а потом убеди его сотрудничать чарами деньгами или кулаками. Ёб твою мить началось колхозе утро. Итак кто откроет нам сокровищницу? что ж один из них красновид начнем с него это Казимир Басси из Махакама спец по направленным взрывам говорят что щепоткой селитры он поднял бы на воздух весь Навиград так что наше дело для него пустяк а как нибудь по-тихому нельзя проблема в том что Казимир можно сказать в отставке женился наплодил детей и осел в деревушке Альвис может быть он и не принят предложение есть варианты Квинто лучший медвежатник севера объявлен в розыск в Каэдвене Лирье Ангрине и Ковере последнее что я слышал его поймал некий Ганс из Сцедариса Хандотьер Гансов лагерь к востоку от Оксенфурта на правом берегу Понтора Я за взломщика Ого надо вырвать из семейного гнезда а другого из клетки Посмотрим Расскажи мне о взломщиках Я так понимаю они не должны бояться высоты Потому моя кандидатура Эвелина Гау Циркачка Ее еще называют Ласточкой Она гимнастка и конотокорец И ее труппа выступает сейчас где-то под Оксенфуртом Не очаровать она А взлом? Официально конечно нет но маршрут ее труппы идеально совпадает с местами самых громких краж последних Совпадение? Хуя ты Соловьев Если она не подойдет Есть еще Гуга Хофф Известный как Мол Из ушек Серьезно? Эта щекастая мордашка как-то не вяжется с криминалом Ты не поверишь У Гуга на счету краж больше чем у тебя чудовищ К примеру он украл золотого петушка с крыши новиградской ратуши Так что лазать по стенам О, тетя Мотя Золотого петушка украл Насколько я знаю Парнес В доме около новиградских ворот Учти Говорят этот парень очень опасен Я зателку У Геральда с ними как-то язык больше ладится вообще Мне тоже Встретимся здесь когда ты совсем управишься Бля, это жесть и не курс И что тогда? Наверняка вдруг за пляж от облака Че ты тупые вопросы задаешь ёб твою мать Тогда пойдем грабить блядь Пошли Пиздец полный Попробуйте к своему начальнику прийти когда он даст вам очередное задание и потом в конце скажите что тогда? Интересно что вам ответят Где выход отсюда? Э Капюшон где выход нахер? А, лестница же здесь да Да Казимир баси Я уже думал ночь наступила Так Кстати 35й левел Я теперь могу нахлобучить на себя новые шмоточки Мощь вена сопротивляется ударному урону рубящим ударом Ай царь во дворца Ай красавчик Перчатки Невгардской гвардии тяжелый А этот тяжелый Получение адреналина сопротивляется приорачиваемость Перчатки Невгардской гвардии 50% дополнительного урона прикрыт Ударь очевидно победили Так все Отправиться в лагерь наемников поговорить с Квинта Говорит Казимиру участвовать в налете Квинта это по-моему как раз взломщик да и он здесь рядом Да Япта Ну того кто поближе затем я собственно и пойду наверное Нахрена мне далеко бегать Можно было конечно и на лошади доскакать да Что-то мне показалось что он совсем как-то близко Ганс из Цедариса Пошел ты в жопу Ганс из Цедариса Ганс и Квинта Именно так Очень приятно с кем имею честь Эй-эй здесь ничего приятного не будет Прочь от клетки ведьмак приятного Ты на чем намекаешь что-то хоть Охренеть Пусть это будет Мощный Так Мне побочные квесты не нужны Так Направится Направится укрытие Гуга Нет Гуга пошла ты нахер Хотя Гуга ближе но я лучше Эвелину Галло Пойду разведу на помочь Где она хоть тусит то хоть О Не так кстати и далеко Хорошо что их по миру не разбросал А не так ли Давай мой Ламборджини Гений Да Конечно Согласитесь что все-таки про Видимо Да можете не соглашаться В принципе Я думаю и так все это заметили Что квест про Витальда был намного круче чем вот эта хренатина Ну может тут еще разгуляется и разойдется но пока что унылостью какой-то отдает Тут даже не надо называть меня нытиком просто я говорю очевидные вещи То есть квест уныл Блять Так ну долго ли коротко ли Вот у нее трупа цирковая Я уже боялся что будет какой-нибудь цыганский табор но здесь так Приличненько А вот и она Что ты хочешь возвращать Мы все потратили до последнего гроша Ну Тогда А эльфийка Она я смотрю против краж Она за за честный труд Как только у нас неприятности ты валишь всю ответственность на меня Как тогда в Мориборе Помнишь? Лапушка не уходи от темы Я могу помочь Смотря чем Ты кто такой? Купец Не видно Ведьмак Ведьмак Ты Эвелина Гала Ласочка Для друзей Ладно Мэрин Успокойся А ты говори Чего хочешь Побеседуем с глазу на глаз Эвелине от меня нечего скрывать А А ты Шо и сиськи я уже видел Ну Ну Ладно Так Чего Ты Хочешь Для Тебя Есть Работа Правда Какого Рода Анонимное Выступление В Одном Аукционном Доме Без Публики В Награду Все Что Унесешь Мы Можем Договориться Видишь Ли У Меня Проблема С Грузоподъемностью Наверное Дай Угадай Убить Чудовища Я Слушаю В Чем Она Состоит Понимаешь Один Из Наших Артистов Ван Соколиный Глаз Потерял Зрение Напился Какой То Дриной Сивухи Жаль Его Конечно Но Дело Не В Этом Мы Продали Все Билеты На На Наши Выступление Зрители ждут Так что Или кто-то Его заменит Или Надо будет Возвращать Деньги И все бы Ничего Да только Мы их уже Потратили Ага Уже Вижу К чему Все Идет Ну Тогда Сразу К делу Выступи Здесь Вместо Ванна И я Тебе Помогу А что Нужно Делать Скакать Через Полающий Обруч Нет Берешь Арбалет И стреляешь В цель Чушь Какая Ван Соколиный Глаз Потерял Зрение Может Это Не Ван А Гох Гох Соколиный Глаз Который Из Лука Каламита Сбил Он Тоже Зрение Потерял Может Заплачу За возврат Билетов Это Скучно Ну Из Арбалета Я Стреляю Неплохо Добро Я Участвую Прекрасно Ну Что Начинаем Людям Не Терпится Прямо Сейчас Вот Так Без Репетиций Да Что Тут Упражняться Тебе Просто Нужно Выстрелить В цель Ладно Была Не Была Я Надеюсь Что Это Не Яблоко На голове Ребенка Под Дождем Это Наверное Самый Писк Просто Выступление Давай Смотри Аншлаг Трибуны Ломятся Ну Чего Ты Ждешь Стреляй Ау Подожди Надо Прицелиться Что Я Б Тоже Так Сумела Не Могу Я На Это Глядеть Скажи Как Заш Яблоко Целься Яблоко Тихо А то Сейчас Одноногим Будешь Подожди Еще Два Яблочка Не Так И Сложно Подвижущейся Мишень Было Хуже Геральт 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 Ривии Завершает Наше Выступление Благодарим Вас За Внимание Борода Какая Это Квест Однако Полная Фуфломецин Жалко Что Этот Дядя Не Стрельнул Вэльфа Вот Был бы Слыш Я Не Верил Что Переживу Это Славная Работа Геральт Ну Одно Выступление Позади Когда Следующее Знаешь Дом Травника Неподалеку Зайди И Спроси У него Вытяжку Из Кровавника О Тайна Обожаю Тайны До Встречи Ведьмак Да Че Это Как-то Вообще Ну Прямо Ну Очень Очень Приготовить Очищающую Микстуру Так Ахимия Микстура Микстура Очищающая Микстура Да Не Хватает Волкобой Сука Я надеюсь Что Травник Продает Это Дерьмо Волкобой Где Ему Волкобой Найду Сейчас Пойду Пойду Лес Что Щерстить Нахрен Мне Надо Привет Так Позволь Я Мне Уже Не Надо Вытишь Куда Спрашивать Волкобой Ну Что Здесь На Волкобой Похоже А Вот Он Волкобой О Давай Сразу Сразу Все Может Вообще Все Скупить Пригодится Вот Это А то Приделось Что нибудь Варить А у меня Нет Ничего Нет Это Себе Оставь Шишки Хмели Мне Не Надо Травник Богатеет На Глазах Врач Так А теперь Алхимия И Сука Где оно Было На Мороженое А Вот На Этот Как На Вафельный Рожок Похоже Блин Предмет Необходим Ну Че Подсыпать Подслушать Разговоры Данских Солдат Патрулирующих Эксенфурт И выяснить Где искать Повара Используя Ведьмачье Чутье Чтобы Подслушивать Ведьмачье Чутье Тоже Надо Что Ну Сейчас Короче Устроим Продристон И В общем Ограбление Уже Перейдет На Следующую Серию Ну Как Было С Витальдом Там Тоже Сначала Склеп Потом Свадьба Получасовая Ограбление Так Понимаю Тоже Часа на Полтора Затянется Тут В сюжетных Квестах Нормы То Не знают Что В этот Раз Долго Долго Перемещение Грузится Оно Под настроение Или Как Вообще Работает Да Ёпты Да Дайте Пройти Ни Хрена У вас Тут Столько За Ручку Вы Ещё Взялись Демоны Ну Я Слушаю Вас Ого Послушаем Ну Отойдите Дальше Тогда Я Ни Хера Не Услышу Послушаем Этот Капрал Вац Откуда Доброволец Говорят Медкомиссию Подкупил Чтобы В армию Попасть А Ещё Найти 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 Правильных Стражей Которые Пожрать Хотят Простите Квест Всё веселее И веселее Прям Тебя ждёт Смерть От отравлений Тремя Фунтами Стали Послушаем Ну Отсюда Нет Ой Блин Это мне так Ассасинскрит Начинает Напоминать Сразу Послушаем Проследим Послушаем А у этого Хорста Барсоди Есть какая-нибудь Дочка А тебе-то Что Ну ты подумай Чё это делает Этот патрульный Поверь мне В семью Барсоди Лучше Не попадать Почему это Потому что От них Одни хлопоты Ха Ничего Интересного Ну Если тебя Дочка Барсоди Не интересует То да Интересно Страшное Да Пошёл ты Нахуй Со своим Факелом Заебал Причал Недалеко От Западных Ворот Больше Он Мне знать И не надо Ага А там А там Видимо По запаху Будем искать Эту Котельную Как там Кухню Короче Полевую Блин Котельную Вот тоже Блин Мочканул Сука Эти Риданские Солдаты Пердящие Блюющие Уже Глаз на Мозоль Мозоль Да Здравствуй Да Здравствуй Как Патриотично Звучит Да Здравствуй Да Здравствуй Что Можно рыбу Отравить Что Не понял Не понял В течение дня И убедить Его помочь А незаметно Ему просто Не подсыпать Что Микстуру Эту Жратву Зачем Его убеждать О Я тебе не помешал Дружище Ну как там Плюет Ну да Плюет Ну а ты Обклевалась Уже Чего У меня тут Одна Микстура Заплачу тебе Чтобы ты Подлил В суп Парням В гарнизоне Когда я дам Тебе знак Ничего страшного Им просто Покажется Что рыба Была С дужком Это тебе Будет дорого Стоить Дружок Пятьсот Золотых Ну вот это Уже Грабеж Реально Возьми И в воду Так бросил Было бы Прикольно Жди Сигнала И никому Не гуку Уразумел Отправиться К дому Травника Чтобы подготовить Налет Да Как-то герой На самурая Похож В этих тряпках Ладно Подготавливать Налет Будем уже В следующей серии Надеюсь Что этот квест Станет интересным Потому что Пока что Это какая-то Беготня Вообще Не связанная Блин Не знаю Чушь какая-то Там денег Дай Тут денег Дай Там денег Дай Что-то Бред Какой-то Ладно Короче Пишите Жмите